История празднования покрова Пресвятой Богородицы Свой покров над всеми молящимися, лучезарный светящийся покров Было это в 910 году, ровно через тысячу лет в поселке Угловое Был построен храм в честь этого события и стал называться Покрова Пресвятой Богородицы В Древней Руси праздник распространился и стал официальным при князе Андрее Боголюбском Сыне Юрия Долгорукова и с тех пор Пресвятая Богородица Считается покровительницей земли русской Русские люди очень любят нашу заступницу Пресвятую Богородицу Приносят ей свои молитвы и она, конечно, заступается за нас Как первая молитвенница и заступница о роде христианском Русскую землю называют Домом Пресвятой Богородицы Как велит богослужебная практика, на все церковные праздники, воскресные службы И в будние дни приходят православные верующие, чтобы поклониться и помолиться храмовой иконе А к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, готовятся особо и прихожане, и священнослужители Хочется поздравить всех артемовцев с наступающим праздником Покрова Пресвятой Богородицы Пожелать им помощи Божией Пресвятая Богородица, помогай нам Пресвятая Богородица, спаси нас Храм в поселке Угловое место особое, намоленное Не случайно именно сюда, на всеобщее обозрение, была доставлена икона святого Ильи Пророка Пророча Божий Ильи, моли Бога о нас Пророк Божий Илья, ревностный хранитель веры христианской, самый почитаемый ветхозаветный пророк В наше время является покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил Икона хоть и современная, написанная специально для строящегося в Подмосковье главного храма вооруженных сил Но выполнена по старинным церковным канонам и украшена богатым окладом Изображены здесь преподобный Сергий Радонежский и святоблаговерный князь Дмитрий Донской Они защитники земли русской, небесные воинства возглавляют архистротик Божий Михаил Который и помогает и земному воинству Вот тут в оконе еще есть закладки, да? Да, да, закладочки вот есть, это детали от крыла первого цельнометаллического самолета Ан-Т-2 И с этой стороны у нас вот детали от одного из первых парашютов францевых И как раз соответственно ВКС и ВДВ Икона пророка Божьего Ильи путешествует из одного храма в другой под надежной охраной Чукотка, Камчатка, Комсомольск, Наамури четыре дня пробыла в поселке Угловое За это время поклониться ей пришли тысячи верующих Как военных, так и светских православных христиан Куда отправиться дальше неизвестно Военные умеют хранить секреты Известно только, что 9 мая 2020 года она будет доставлена В главный православный храм Вооруженных сил Российской Федерации в Москве Объехав перед этим всю страну с востока на запад Александр Наточев, Илья Тишкин, Светлана Нурик, Городские новости Редактор субтитров А.Семкин